Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Озвучим темы, которые были у нас на занятиях, потеряю их с 91-го года. Соседи. СО – это сочетание букв, означает «вместе». СО означает «рядом», «возле». Сидеть, упокоиться. Александр Невский сел на новгородскую землю, пишет летописец. Завладел, поселился. Сотрудник трудится вместе. Состояние, сочувствие, соратник, ратник, воин. Нас всегда должно интересовать больше. И главнее всего, что о любом деле говорит Святая Библия. Сосед, доверенное лицо, близкий друг, охраняющий тебя, участник в таинствах, исход. А если семейство так мало, что не съест Агнесса, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на Агнесса. «Сосед – это участник твоих радостей, Люка. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. И припоминай, есть ли это у твоих соседей, и ты являешься ли для них таким соседом, или живешь в своем запкнутом пространстве». Лука «И придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Соседи – свидетели, не отказывайся дать истинное показание». Иоанн «Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, в который сидел и просил милостыни, Руфь. Соседки нарекли ему имя и говорили, у Наимения родился сын, и нарекли ему имя Авид, но отец Иесея, отца Давидова. За грехи людей Бог допускает злых соседей». От всех врагов моих я сделался поспоношением, даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих и ременья. «Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал, наследие народу моему, Израилю. Вот, я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их». Из среды их их. «Покупая не дом, а доброго соседа, христианина, иначе будет разврат, воровство, поругание от соседей. Иезекииль. Блудила сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И стала огола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к осирианам, к соседям своим. Она пристрастилась к сынам Асуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. Сырахов, студись перед отцом и батерью Блуда, перед начальником и властелином лжи, перед судьей и князнем преступления, перед собранием и народом беззакония, перед товарищем и другом неправды, перед соседями кражи». Соседи живут рядом, дрова все воруют. «Соседская курица стала в твоем огороде нестись. Ты знал это? Почему же не собрал яйца и не отдал их по правде? Растет у соседа яблони как раз у забора, и что туда упадет, он своих ребятишек к нему утром пораньше и собирает все упавшее с его яблони в свое лукошко. В конце сада соседское яблони над огородом нависает, и он уже упавшие в его рот никогда не отдаст. Сам неверующий и так вот обижает своего неверующего соседа. Эту историю я слышал от баптиста из Алматы. Жаловался как раз этот брат скупой на соседа лихого. Когда братья пришли к соседу и решили разузнать поточнее, то и узнали эту неприглядную историю. А соседа не знал, что эти братья из общины пришли и жалуются им уже на этого и говорит, какой-то баптист у меня тут живет, такой хитрый, когда полив он всю воду к себе в огород, а мне уж только к вечеру раздостанется. И сколько ему не говорил, он все равно такой хитрый и остается. Но он баптист, я его не трогаю, он все как будто чем-то обиженный. Пришли братья, и тогда уже со знанием стали разговаривать со своим братом. Зачем же ты к нему за забор лазишь? Потупился собрат, виноват значит. И ведь мог же договориться с соседом, ты, Митрофаныч, бери, там мои, а я соберу, что здесь упадет. И так будет поровну. Не соседское это дело, поклеп друг на друга делать. Поклеп друг на друга делать, поклеп. Ну нет такого слова в русском языке. Поклеп друг на друга делать. Мне лично соседей Бог давал всегда хорошее. Кто бы в нашем коридоре не появился, они всех допросят, даже среди ночи. Как-то из КГБ хотели через них нам соглядатаев подсадить. Но они там такую строили разговор, что они руками замахали на них. Я говорю, подслушаю, да вы знаете, что это за люди. А сами пьют, соседи-то. За нас горой стояли всегда. Наши соседи под боком. О Китае и о сынах Исава говорю. Со всех сторон на нашу сторону. К северу. На русском медведе даже школьники тыщут палками. Соседи это вторая кара или награда. Бог под страшными карами запрещает входить в общение с неверующими народами. Такими указаниями переполнена вся Библия. Что входит в кражу соседа? Присвоение утерянного, брошенного. Павшая с дерева, по трава скотины, не пожила чужого. Невозвращение взятой вещи, порчу ее. Брал на прокат в городе. Ты за каждую лыжину заплатишь. А здесь ты сломал телегу, порвал хомут и не заплатил. Хочешь потерять друга? Взаймы возьми у него денег. Возвращай вовремя долги. А лучше никогда не бери деяния. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо бы поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Это изрещение не написано евангелистами, но переведенное апостолом Павлом Сирахом. Да не будет рука твоя распростертую принятию и сжатую при отдании. Не отдать. Отношения с соседями портятся через неуживший характер, некоммуникабельность, жадность, беспечность, безразличие, скандальный характер через детей и через скотину. Зависть через доносительство, через поношение. Стыдись кража авторитета, доброго имени соседа. Эгоист, себелюбец, злоязычный, обидчивый, насмешливый. Никогда не имея добрых соседей. Так ему кажется. Приджи. Не покидай друга твоего и друга отца твоего. И в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучший сосед вблизи, нежели брат вдали. Прочитайте рассказ Николая Гоголя. Как Иван Иванович поссорился. Началось со слова одного. Не прицепляйся ко всякому слову. Сираха. Иной погрешат словом, но не от души. И кто не погрешал языком своим. Экклезиаст. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Нашими соседями в нашей жизни являются ангелы-хранители, злые демоны, еретики. Добрые и вредные для нас животные и насекомые. Каково наше отношение к ним? Ведь мы от них не можем избавиться. Житие Фомы Дефуркина. Дефуркина, прочтите. Он жил три года с одними насекомыми, с муравьями, со змеями. Дальше. У мусульман есть обычай от соседа отгораживаться с высокой стеной без проемов, дувалом. Мой дом, моя крепость. Сосед поэтому всегда является свидетелем только по слуху. А что делается, он не видит. Но прислушиваться может. Недовольный своей женой, муж, раздраженный ей, имеет право громко покричать об этом, чтобы сосед слышал. Это будет свидетельством против жены при разводе. И если такое случится трижды в разное время, то он имеет полное право на развод. Соседи не имеют права отказаться от свидетельства. Хорошие законы у них. Узли соседства чрезвычайно ослаблены ныне у русских и не только в городе. Самые близкие соседи сокамерники. Евреи благочестивые, а богобоязненные, более всего обпаялись общаться с самарянами, своими соседями от Иоанна. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. И это для того, чтобы не стать с ними одиномысленными от вступления от закона Божия. Какого соседа я хочу иметь, таким и должен быть стать сам. Живя на одном месте, ты сам соседей не заменишь. Это делает только Господь. Владимир Салаухин встретился со своей учительницей, и она горько пожаловалась на своих соседей. Живут в коммунальной квартире, общая кухня, и ее решили выдавить из ее квартиры и завладеть ее комнатой. И они разные пакости делают, как интеллигентные люди. И все так тихоря, то в кастрюле и соли насыпать умудряются, то еще лучше, с дверью, спички в замок пацана толкает. Пообещал он своей учительнице помочь. Только бы она во всем была единодушна с ним в этом деле. А ты напиши, мать объявления на обмен квартиры. Нашел он такого товарища, что можно сразу понять, что он только что десятый раз из тюрьмы вернулся. Рассказал этому зеху всю обстановку. Соседи вначале невест как обрадовались, что это еще теперь проще будет завладеть этой комнаткой. Только повесили объявление, и тут же закатывается кореш с папиросой, и через каждое слово мать-перемать весь в наколках. По лбу и подмышкам по четыре змеи высиживает. Кто тут живет? Пальцы веером и фертом так и прошелся по кухне. А кухня-то общая. Попутно в кастрюлю успел заглянуть-то и показать, что в кармане по четыре гранаты и станковой пулемет на лестничной площадке. И товарищи полкамеры ждут ночевки. Ваше было объявление? Понятно. Мне тут сразу понравилось. Годится эта хата для нашей братвы. Говорит громко, что соседи все слышат так. У меня на днях брат возвращается, он семь лет отбыл за убийство. Ему как раз тут удобно до малины. Ну тут ништяк, халявно, клевая квартира, мать-перемать. Так поботал по фене-то с полчаса, что соседи вовсе там позеленели за дверью-то. Это инженер, с учительностью-то вовсе были неверующие-то. Так плюгавенькие, коммунисты, слюнявые-то. А тут как захлеб каждый про себя. Каких соседей Бог им послал. Все, договорились. Это он уже говорит. Сегодня еще денег нет, бабка? Мы за ночь сегодня добудем. Мы слово свое сдержим. Только ты не пяться. Мы тебе что, надо дадим квартирку вот. Здесь шконки поставим, нормальная хата. Тут и малина наша будет. Соседи, эту бабульку к вечеру на руках носить вначале, миленькая. Да сними-то это объявление. Да не бойтесь от нас ни словечка никогда, и вовеки веком. Пока она с них не взяла точное обещание по всем удовольствиям своим. Она все еще держала их в повышенной боевой готовности. На следующий день пришли уже втроем ребята. Привел таких ухарей-то. И они сказали, что нашли получше. Но хату-то будут держать на примете. Учить людей, оказывается, можно и соседями. Это неплохое лекарство. Считай дальше. Святые часто имели с соседями то гроб Господень, то рядом с монастырем селились. Такое соседство направляло мысли к небу. Сосед бывает хорошей, побудительной причиной к совершенствованию или причиной тоски по утерянному. Иногда говорят, показывая на соседа, почему у него есть, а у тебя нет этого. После изгнания из рая человека, Бог поселил его не вдали, а по соседству с раем. И теперь от каждого комара, от сорняков терпит тяготу. И все время помнит, что я потерял. Что я потерял. Вся наша жизнь и есть возвращение в потерянный рай, когда сосед такой же, как я. Тогда это не трогает. Но когда такой, как у нас был Сисков Семен Михайлович, раньше всех встает и позже всех ложится. И все у него в руках кипит. Все-то он умеет своими руками сделать. И дети у него сыты, и все учатся. Для всех он пример по труду. Тут поневольно задумаются ленивые. Почему у этого все есть, а у этого шаром покатит по комнате. Ни за что не зацепится от пустоты. Ну не закончено. Ну хорошая тема. Хорошая тема. Тебе соседей нравится, где ты живешь-то? А то смотри, ты хоть придет ништяк-то, и трех приведет наколотых. Оказывается, можно и не драться, ничего, но... Можно представить, как они там за стенкой-то слушали. Ништяк. А-а. Богу слава. Вот как нужно беседовать-то. А разве это может научить какой-то миссионерский отдел-то? Это жизнь. Вот сидят люди. В этой обстановке одно. В другой обстановке другое. И везде тебе Бог подскажет, что сказать. На миссионера нельзя выучиться. Это дано или не дано. Поэтому, если с царяхом я встречусь, я ему скажу. Давай, дружок, закрывай миссионерский отдел эту заразу. Чтоб духу ее не было в России. Не губи людей. А Дворкина вы проводите отсюда. Дай ему миллиард или что, чтобы он уехал из России. Все. Ну, миллиард это. На сегодня. Благодарю. На всех.